22 тысяч рублей лишился саровчанин. Мужчина решил приобрести через интернет прицеп для своего автомобиля. Договорившись о цене с продавцом, он перевел всю сумму на его счет. Продавец прислал данному гражданину договор, который необходимо было заполнить, и квитанцию на оплату. Что он и сделал. Он оплатил 100% суммы, но прицеп до настоящего времени заказчику не прибыл. Возбуждено уголовное дело по статье 159 мошенничества. В воскресенье вечером у саровчанина угнали автомобиль. Мужчина припарковал машину в гараже и отправился домой. Утром авто он не обнаружил. К данному деянию причастен его племянник, 93-го года рождения, неоднократно судимый за аналогичные преступления, не имеющий права управления транспортным средством, который самовольно забрал у заявителя ключи от гаража и угнал его автомашину. Впоследствии совершил на ней ДТП с участием пяти машин. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Духова произошло ДТП. Водитель 94-го года рождения, управляя автомашиной Chevrolet Aveo, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода 2005-го года рождения, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ссадина локтевого и коленного суставов, ушиб мягких тканей головы, но после осмотра отпущен домой. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции проведут ряд профилактических операций. Саровчан призывают быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.